Добрый день, друзья, подписчики моего канала, мои постоянные зрители, зрители случайные. В прошлом ролике я записал цикл стихотворения «Рыбалки», говоря точнее о рыбалке на Харю за весной на Байкале с другом Виктором. Еще раз советую посмотреть эти ролики за три прошедших года, полюбоваться нашим Байкалом. Харюс – это прекрасная рыба, ни с чем не сравнимая для меня рыбалка. Ну и сегодня я почему-то решил продолжить цикл видеороликов именно о поэзии, почитать вам стихи. Но прежде всего хочу ответить на вопрос, который мне, как человеку пишущему, как поэту, писателю, часто задают и задавали на встречах. Как вообще пишутся стихи, как они рождаются? Если вы думаете, что поэт поставил себе какую-то тему, поставил цель написать стихотворение, как говорили школьники, на заданную тему, то вы ошибаетесь. Стихи так не пишутся. Стихи, как сказал Андрей Вознесенский, случаются. Стихи не пишутся, случаются. Как чувство или как закат. Душа простая соучастница. Не написала. Случилось так. Расул Гамзатов говорил, стихотворение написано за 10 минут, то есть очень быстро, как вспышка молнии, остается жить на века. То есть случаются стихотворения, говорю, рождаются неожиданно, как дети. У меня даже есть стихотворение на эту тему, оно так и называется, рождение стиха. Вот из этого моего сборника «Ангел сердца мне разбудит». Стих наползает, словно запах черелух, радости, тоски. Я замираю, как на плахе, и тру холодные виски. И больше нет меня, и люди, собаки, ветер и дома лежат неразличимой грудой. Как будто я сошел с ума, и не пишу, а мною пишут. И вдруг всплываю, как со дна, и снова чувствую и вижу, гем сплю и маюсь у окна. Еще на эту тему два стихотворения прочту. Как до утрами, до восхода, душой распластан на листе, пишу, желанная свобода, как днем не виснет на кресте. И становясь надремя Богом, я весь в себе и весь во всем. Как после этого у Бога и рабски существую днем. Одно четверостишье и плата на века. Поэту ходят нищие, но в золоте строка. Меняются границы, где города, зола. А стих слепит искрица и кругом голова. Вначале было слово, и слово, Бог, и свет. И он приходит снова, непризнанный поэт. Как правило, стихотворение вытаскивает первая строчка. Даже не знаешь, о чем ты будешь писать это стихотворение. Не случайно Сунский говорил поэтам молодым, если вы знаете, чем закончится стихотворение, лучше его не пишите. Это будут плохие стихи. Ну вот, в качестве примера, хочу прочитать вам стихотворение. Однажды я шел на рыбаку, на охоту, был на охоте, на рябчиков. Это уже был октябрь или конец сентября. Но я помню, лист уже облетел. Он пах так пряно. Пряный такой запах. Сильный, острый такой запах. Пахло грибами. Прелю листвы. Она шумела под ногами. Обычно охотник, рыбак, когда он один, он начинает разговаривать с самим собой. Я просто себе сказал, как пряно пахнет прелью опавшего листа. И вот эта строчка вытянула все стихотворение. Причем я не знал, о чем я его напишу. Я прямо написал там на охоте его. Как пряно пахнет прелью опавшего листа. И стая свиристелей срывается с куста. Я, рожденный в осень, в начале ноября. Лишь вспомню, листья носит, когда горит заря. И пряный запах прели, и первый лед болот, пушистых свиристелей. Бог скажет, ну народ, и рай им не надо. Им родину давай. Но там, где сердце радо, лишь там, о Боже, рай. Вообще, стихи как бы рождаются случайно, как дети. И так же потом живут от тебя самостоятельной жизнью, как дети. Уезжают, как дети от тебя, так и стихи разбегаются. У меня на эту тему даже есть стихотворение, сейчас прочтут из этого сборника. Не отвергай меня у матери. Разбежались, как дети, стихи. И, исчезнув из глаз, повзрослели мои волосы, словно в метели. А желания, легкие и тихие, снова муза пришла. Ах, отстань! Что писать и кому, да и нечем. Лунный свет, словно ангел на плечи, Положил невесомую длань. Положил, поманил в небеса, Прошептал, отдохни, злотоглавы. От смешков, равнодушия, славы. И слетела душа, как слеза. Ну, давайте на тему творчества я еще прочту вам два стихотворения из сборника «Куда ты далекий и милый». Все пропитано счастьем и светом, голубым и веселым, как день. Был я просто русским поэтом, в мире прошлом, похожем на тень. А сегодня смотрю я из рая, и свои забываю стихи. А у вас их еще читают, значит, были светлы и легкие. Значит, лучик из мира иного удалось отразить душой. И сияет небесное слово в вашем сердце, и свет золотой. Все пропитано счастьем и светом. Другой стихотворитель, я сейчас прочитаю. Все оплачено высшей платы. Перед Богом я чист, словно свет. И не надо ни славы, ни злата. Там, где я, их давно уже нет. Что ж, прощайте, родные злодеи. И с собой я прощаюсь навек. Впереди что-то ясно синеет. То ли свет, то ли Бог, то ли снег. Ну вот, я надеюсь, что ответил на вопрос, как пишутся, как рождаются стихи. Удачи вам, здоровья. Пишите комментарии, понравились стихи, предложения ваши. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.